Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Фанпэй это торговая площадка, которая существует с 2015 года И за это время она зарекомендовала себя только с положительной стороны Оценка площадки на сайте Trustpilot 4,9 И это при 20 тысячах отзывов, что уже говорит само за себя Огромное количество продавцов, а значит и цены низкие И главное, тут все крайне защищено Ведь продавец получает деньги только после того, как выполнит заказ Но и для того, чтобы хоть как-то ориентироваться среди огромного количества продавцов Существуют отзывы, которые и помогут вам выбрать самого подходящего для вас продавца И если тут множество продавцов, как я уже говорил То как описать обширность ассортимента, я даже не знаю Разве что можно это описать словами «безумный ассортимент» Ведь тут есть практически все, что интересно геймеру Игровая валюта для разных игр От какой-нибудь FIFA, он же FK Club До условного Конана Также огромное количество разных услуг От прокачки ваших аккаунтов до прохождения определенных целей в играх Которые вы сами не хотите проходить Выбор колоссальный Ну и конечно же пополнение кошелька Steam Рубли, ТНГ, Доллары, Евро И это только верхушка айсберга Не забывайте, что FunPay это дешево, ну а главное безопасно Переходите по ссылке в описании Ознакомливайтесь и закупайтесь Чтобы вам стало ясно, почему моя вера в RTX Remix сильно пошатнулась Нужно дать вам небольшой срез истории того, что уже делала Nvidia И немного контекста Благо копать далеко не придется Для этого нам подойдет Nvidia Physics Nvidia Physics это не просто физический движок Но и аппаратная технология То есть чип Когда это дело еще не принадлежало компании Nvidia Было отдельное устройство, которое втыкалось в PCI Express Но потом Nvidia купила компанию И в скором времени был просто приделан чип к их видеокартам И это был дикий скачок вперед в плане физики Да какой там скачок, это был прям рывок в будущее К примеру на экране сейчас футажист канала Джонни Хальф Где показана вся мощь физикса на примере игры Mirror's Edge Это игра 2008 года выпуска И вы только посмотрите на эту физику Мне пришлось взять футаж чужого канала Потому что по какой-то причине у меня были дикие лаги при включенном физиксе Падение до 8 фпс Я бы еще понял, если бы у меня был бы Родион Но у меня нет, у меня Nvidia видеокарта 3070 Ti Почему так происходит не ясно Может быть у меня драйвера пошли по женскому половому органу Может что-то еще Ну вот мои кадры с физиксом Красиво, но очень лагучий Поэтому дикий трэш А вот кадры уже без физикса Ничего не лагает, но где стекло? Где стекло? Поэтому, чтобы показать как физикс преображает игру Mirror's Edge Мне пришлось скачать футажи с чужого канала Джонни Хальф, прости Если вы будете смотреть внимательно, что дает физикс, то заметите, что это только украшательство Вроде как великолепная физика, но только для деформации каких-то объектов Для динамического тумана в Бэтмене Для жидкости в Бордерлендсе Симуляции кучи бумажек на полу в том же самом Бэтмене Бумажки, которые между прочим реагируют на движение персонажей Это то, что вы на самом деле не увидите в нынешних играх В современных играх Но вот почему? Ведь некоторым играм из этого списка Там Бэтмен, Бордерлендс 2, Mirror's Edge Уже более 15 лет Как так получилось-то? А все просто, потому что эта технология принадлежит NVIDIA И делиться она ей не планирует Тем более, что NVIDIA Physics состоит из двух частей Сам движок и аппаратная часть Но открой небольшой секрет Сам движок по факту можно запустить и на других устройствах Тут может подойти, например, процессор Который, к сожалению, при этом почти сразу сядет на бутылку Количество кадров в секунду резко упадет Но работать все равно будет И, например, в десятые годы были умельцы Которые на радионах запускали Physics Конечно, работал он хуже, чем на GTX Но, тем не менее, работал Но NVIDIA в каждом последующем драйвере затыкала эти лазейки Работает ли сейчас хоть какая-то из этих лазейок я не узнавал Да и зачем? Ведь Physics скорее мертв, чем жив Последнее, что я с ним помню, что рекламировалось Это волосы Геральда Hairworks тоже основан на этом движке Physics Но почему такая крутая, по-настоящему крутая технология Не получила распространения? Ответ очевидный Монополия Благодаря движку Physics Можно было делать не только украшательства Которые не влияют на игровой процесс Но и механики Геймплейные механики Вот только кто из разработчиков Будет использовать этот движок как основу Когда этот самый движок заперт в рамках одной платформы Даже нет, даже не так Не в рамках одной платформы А в рамках одного производителя видеокарт Ведь Physics из-за этого не был представлен и на консолях Ведь там стоит железо от AMD При этом уже несколько поколений подряд К нему вроде как два поколения подряд Мы как пользователи могли получить игры Которые были бы не просто красивые Из-за физических эффектов Про которые я говорил Но и геймплейные, например, загадки Могли бы тоже строиться на этом физическом движке И тогда бы эффект этого, скажем так, нововведения Был бы соизмерим с Half-Life 2 Ведь на момент релиза Half-Life 2 Физика там всех поражала Можно было бы сделать так, чтобы не только движок Хэбок был стандартом индустрии А Физикс Но разработчикам запирать свой собственный проект Только на картах NVIDIA Но это же полный бред Кто на это пойдет? Они отрабатывали сотрудничество с NVIDIA как только могли Выполняли, скажем так, программу минимум Но и только И знаете, забавно, что сейчас у меня Физикс не работает Карта 3000 серии Игры как-никак старые, но не работают Я, если что, скачал официальную версию Mirror's Edge Не пиратку Результат вы видели на экранах Скачал Batman Arkham City Тоже официальную версию, но уже со Steam Результат такой же Это получается или у меня проблемы Которые не помогла решить переостановка драйверов Или же что-то странное случилось С относительно новым поколением видеокарт Относительно этих игр Про которые я говорю, конечно же А если бы эта технология была бы в открытом доступе И для конкурентов тоже, ну в лице AMD Вы представляете, как могли бы выглядеть сейчас современные игры? Сейчас они почти все дубовые Все деревянные, все прикручено к полу Миры современных игр максимально статичные Только Starfield на этом фоне выделяется Хотя там это, ну как бы, только картошку, воздух поднимать и все NVIDIA в этом плане как собака на сене Ну или, как говорят другие люди Сам не ам и другому не дам И на самом деле это касается не только Физикса Но и многих других фич, которые разрабатывает NVIDIA Или же, которые покупает NVIDIA Если есть какая-то технология И ее можно запереть в аппаратных рамках NVIDIA этим пользуется К примеру, G-Sync Казалось бы, AMD уже сделали свой аналог FreeSync Можно и G-Sync открыть для всех Но нет, это до сих пор эксклюзив для зеленых Вы поймите меня правильно Я не AMD-дрочер У меня карта от зеленых И я понимаю прекрасно, что если бы AMD были бы лидерами рынка Они бы тоже, скорее всего, хрен делились своими наработками Но это все если бы, да, бы и в арту росли грибы Сами понимаете, это так Спекуляция, а не более И вот тут мы подходим к их последнему гиммику RTX Я тут немножко лукавлю Сам RTX это ни разу не гиммик Это новое слово в компьютерной графике в реальном времени Но для камня в огород NVIDIA я просто лятнул это слово На самом деле, рано или поздно RTX победит Хотите вы этого или же нет? И когда Ray Tracing победит, я наверное даже буду рад Так вот, в этом плане они были лидерами довольно долго Но к чему это привело? Правильный ответ Ни к чему Разработчики усердно не работали с RTX Ведь зачем с ним работать? Насколько это увеличит продажи их конкретной игры? Ведь технология доступна только на картах зеленых При этом только на последних их версиях Я могу отметить только одну игру Это игра от Remedy Control Там RTX был реализован, скажем так, не для галочки Чтобы, мол, просто отработать контракт с NVIDIA Нет, там разработчики прям постарались Но когда потянулись красные То и игр с поддержкой RTX стало чуточку больше А станет еще больше, когда консоли будут тянуть RTX полноценно Скорее всего в следующем поколении Ну или через одно Ведь киллера фича для видеокарт Это, конечно же, круто для рекламы А для индустрии в целом нет Просто пустой звук Или даже наоборот вред Ведь ничего не меняется Есть еще один прекрасный пример Это DLSS Фича прекрасная Идеальная Великолепная Которая способна почему-то работать только на видеокартах Которые поддерживают RTX Ну, как бы, как это связано, непонятно Так или иначе Ваша новая видеокарта расцветает И выдает в два раза больше фэпосов, чем до этого И я не оговорился В два раза больше При учете, что у вас карта 4000 серии Ведь там и только там Понимаете, только там Есть поддержка генерации кадров Поэтому вам просто необходимо покупать новую карточку от Nvidia И даже мне нужно покупать Не важно, что у меня видеокарта 3000 серии Ведь придется обновляться ради одной этой фичи, правильно? А вот теперь следите за руками У меня видеокарта 3070 Ti Она не поддерживает генерацию кадров Ведь это так сложно Видимо, какой-то аппаратной начинки в видеокарте нет Поэтому, как бы, ну... Братан, купи 4000 серию Но знаете, тут вышел аналог от AMD Который позволяет и на моей карте генерировать кадры Вот это сюрприз Значит, Nvidia не смогла, а AMD смогла Жаль, конечно же, не все игры поддерживают FSR 3.0 Но зато тут вышел открытый код FSR 3.0 Который AMD выкатила в народ И позволила создавать модификации И вот моя карточка В мгновение волшебной палочки резко стала лучше К примеру, в Киберпанке прирост двухкратный Вы все правильно услышали При включенном рейд рейсинге и в Quad HD разрешении Прирост двухкратный Но, конечно же, не обошлось и без ложки дегтя Если игра сама по себе идет не очень хорошо И при этом при всем включить генерацию кадров То мы получаем лютые артефакты Но эти артефакты мной были замечены только в одной игре Alan Wake 2 Вот эти футажи В этих футажах будут моменты с RTX Без него С генерацией кадров И без нее Но знаете, в чем самая прелесть? Эта генерация кадров работает даже и на 2000 серии А сам аналог DLSS от AMD Работает и на 1000 серии И вообще почти на всех видеокартах Более-менее таких адекватных В то время как это же фича Которая должна помогать максимальному количеству людей Прикоснуться к великолепной игре Ну вот, видеокарта у вас плохая Но хоть как-то ФП, чтобы вы подняли И прикоснулись к великой игре Так вот, у NVIDIA это фича только для состоятельных граждан Которые могут себе позволить перейти на 4000 серию видеокарт от зеленых Логика Так и при чем здесь RTX Remix? Спросите вы А я отвечу Он скорее всего тоже мертворожденный Если хотя бы с ним NVIDIA не отпустит вожжи И не пустит этот инструментарий в народ Ну если вы понимаете о чем я Ведь этот инструмент нужно дать по факту всем И тогда в индустрии хоть что-то станет получше Но нет И так на всякий пожарный еще скажу RTX Remix это ни разу не магия Там нет кнопки сделать классно Для того, чтобы делать более-менее внятные переиздания Стараться придется очень сильно Нужно захватывать уровни Потом эти уровни редактировать, короче Все не так просто, как было показано в рекламных материалах И не просто так этим занимаются на данный момент Только более-менее внятные команды мододелов Инструментарий хороший Но повторюсь, это ни разу не волшебная палочка И да, он конечно же улучшает графику Но основное и самое простое графическое улучшение Происходит благодаря RTX освещению То есть это тот момент, когда разработчик делает буквально, ну почти ничего То есть ему не надо новые текстуры рисовать Новые модели где-то собирать Он нажал буквально 2-3 кнопки И вот пожалуйста, RTX освещение Но есть один нюанс Оно, это освещение Садит на бутылку любую видеокарту Просто сразу Вне зависимости какая игра Вот вам Max Payne 20 FPS Графика сильно улучшилась, как вы думаете? Повторюсь Да, это улучшает графику Вот только выглядит игра не особо лучше Если в этой игре остаются оригинальные модели и текстуры С текстурами я еще не разбирался Нам обещали, что текстуры будут подтягиваться при помощи искусственного интеллекта Но я знаю только то, как их можно заменить при помощи RTX Remix Но как их сделать лучше при помощи этого инструмента Я не особо понял Ведь нам же рассказывали про искусственный интеллект Который моментально улучшает качество текстур и качество моделей Но пока я его там что-то не нашел Возможно это нужно весь омниверс перелазить Или как эта хрень называется Но могу сказать следующее Старые игры оживить можно Только это будет выглядеть крайне неказисто Это знаете, как покойника накрасить более ярко Вроде и стало как-то поярше по другому Но лучше в целом не становится Многие старые игры требуют к себе куда более серьезного и детального подхода И я пока не верю в эту технологию Нет, потенциал у нее конечно же есть Но если она опять будет заперта в рамках одной платформы Но это грустно При этом, ну например там есть поддержка FSR 3.0 из коробки Нет? Нужно будет самому? Ну че здорово Nvidia уже не раз могла изменить графику в играх раз и навсегда И тот же самый Физикс я им не прощу никогда Только представьте на секунду Как могли бы выглядеть современные игры уже сейчас Сколько жизней могло бы быть в кадре только при помощи симуляций Но нет, это же должно быть эксклюзивом А потом просто уйти в забытье Или знаете, просто став каким-то дебильным гимиком в лице Hairworks Который вообще на самом деле сомнительная хрень Если бы Nvidia хотела бы искренне сделать индустрию лучше Она бы могла Но она хочет еще больше привязать аудиторию к своему продукту Хочешь играть в ремастеры старых игр Сделанных при помощи ремикса Ну покупай нашу карту На картах конкурента это будет работать хуже Хочешь работать с ремиксом Ну покупай нашу карту А то Omnivers ты хрен получишь Ну и так далее Я бы хотел верить в то, что я не прав Но я не думаю, что я ошибаюсь Ну например, это как инструмент лицевой анимации при помощи звуков от Nvidia Вы про него что-нибудь слышали? Нет? А он как бы есть Он как бы людям на самом деле нужен Но пользоваться им при помощи костылей При помощи говна, ну люди не хотят У них на самом деле очень много всего Но делиться они не хотят Они сидят как собака на сене Да и продвигать саму индустрию они тоже не хотят А только продвигать себя И винить их за это нельзя Бизнес и только бизнес Капитализм, счастье, зашибись Но мне как бы все равно грустно Не знаю почему Что ж, а на этом все Если вам понравилось видео То ставьте лайк и подписывайтесь на канал А также залетайте в телеграм-канал И спасибо за поддержку на Бусти Я это безумно ценю булочки мои Отдельное спасибо людям с никнеймами Лаки Мук Сибирский нефтяник Лемон Ти Динамо заеб Гоусноураннер Аля чо Эрон Стоун И заебалка даусноураннер Что ж, а на этом уж точно все И всем всего Субтитры сделал DimaTorzok